Выражение «погреться в подъезде» для этого жилого дома неактуально. Здесь ощущается неимоверный холод. В каждом доме кухня считается центром квартиры. А в семье Степановых это еще и настоящее место спасения. Здесь они согреваются от холода. Горячий чай, включенная газовая плита и вроде теплее. Жить можно. Однако за пределами кухни приходится, что называется, выживать. Мороз особенно усиливается ночью и под утро. Пинта вот под двумя одеялами. Батареи совершенно, чуть-чуть. Вызывали с ТДК, слицарей. Жена не может добиться уже с ноября месяца. Заявки делала туда три раза, ругалась. Потом в администрацию жалобы два раза. Никаких эмоций, вообще никаких эмоций. Что в спальне, что в зале. А главное, вы знаете, платежки, смс по телефону, вы там задержали, тры-ты-ты. А почему? Я должен платить. Я им плачу, а они мне никаких услуг не предоставляют. Итак, на протяжении трех лет Юрий Степанов за помощью готов обратиться в правоохранительные органы. Ведь жить в постоянном холоде становится уже невыносимо. Ну, они думают, так и надо, наверное. Нормально, все здорово, у вас замечательно. Плотите вы регулярно, спите по двумя, теплее будет, елки, вдвоем. Здорово. Не знаю. Ни ответов, ни приветов. Елена Никулина арендовала эту квартиру месяц назад. Однако уже успела ощутить все прелести некомфортной жизни. Ну, сначала зашли, вроде тепленькая квартира, а вот морозы начались, ну, просто ужасно. Я прихожу с работы очень поздно, в 12 часов. И с мороза раздеваешься, ну, сначала еще согреться надо час. Ну, очень холодно, конечно. Согреться не может и Ирина. Она проживает этажом выше. Дома женщина ходит в куртке и теплых шерстяных носках. Обогреватель в квартире работает постоянно. Он у нас спасает, обогреватель. Включаем комфорту на кухне. Она тоже у нас работает. Весь день и ночь этот обогреватель у нас работает. А когда уходим, его отключаем. Ну, вот так вот и живем. В управляющую компанию Ирина обращалась еще в начале декабря. Однако там обращения четинки проигнорировали. Якобы вас слишком много, и рабочие просто-напросто не успевают пройти по всем адресам. Я делала заявку даже вот сейчас, как сейчас помню. 7 декабря у нее даже у этой девушки в журнале записано было, что да, я 7 декабря, я сделала заявку, чтобы они пришли. После этого, значит, я пождала несколько дней. Тишина. Снова звоню. Она, ой, да, конечно, у вас была заявка, у вас даже номер телефона записанный. Ну, было очень много тех заявок, мы к вам не пришли. Ну, вот в следующий раз. Но вот на календаре конец декабря тот самый следующий раз так и не наступил. Ну, что такое-то? Домой-то приходишь, хочется, чтобы вот эти вот все снять, одеть халат, допустим, или шорты там с футболкой, чтобы отдохнуло тело, принять душ, отдохнуть, посмотреть телевизор. А мы вот в этом морозе, у нас нос холодный, уши холодные. Дело идет до смешного. Многоквартирный дом по адресу Кастринская, опять обслуживает управляющая компания «Фаворит». Мы потратили полдня, но так и не смогли до нее дозвониться. Приехав на место, руководство мы не застали – в отпуске. Однако после нам все же удалось дозвониться до инженера. Вот смотрите, у меня все жалуются, да, квартиры. 115, 101, там, 86, 16, да. К ним заходишь, да, температуру меряют. Температура соответствует – 20-21 градус. Угловые, электронным градусом температуру меряют. Почти у всех соответствуют. А их гложет то, что половина батареи холодные. Я им объясняю, мы зимой ничего мы не сможем вам делать. Это потепло, мы промоем дом полностью. Батогольевич, смотрите, может быть… А им надо все, вынь, да, положи все. Нет, смотрите, люди ходят, при нас ходили, в шерстяных носках, в теплых куртках. У них дома тепло, потому что они постоянно на кухне. Они варят, они включают плиту, чайник кипятят. Поэтому такая температура. Нет, я им говорю, да, когда вы приглашаете, да, температура у вас низкая, да, вы, говорю, ничего не включаете. Договорились, 9 часов прийти, я 10 часов приду, 10 часов приду, 10 часов приду. Я и так и мерил, и больше ничего. Не обошлось и без упоминания поставщика ресурсов – компания ТГК-14. По мнению представителя управляющей компании, необходимо заново снимать все параметры. Но неужели монополисту не хватило целых трех лет, чтобы снять параметры и привести в порядок подачу тепла? Сегодня я хотел с ТГК выйти, договорился, все, а планировка сегодня была. Начальник на выпуску, я один, и все. И поэтому у меня не получилось. Я с ТГК завтра тогда с ним договорюсь, и мы зайдем, все параметры снимем, будем все проверять. Ясно из этого только одно. Эту зиму жителям Кастринской 5 пережить будет сложно. И запастись придется еще не одной парой шерстяных носков. Анжелика Панибрашина, Алексей Павлов, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.